Добрый день, друзья! С вами Слово Эксперту и тема сегодняшней нашей передачи не просто фоноскопическая экспертиза, а монтаж аудиоматериалов как составной элемент судебной либо досудебной фоноскопической экспертизы. В гостях нашей студии эксперт-фоноскопист Морозова Кристина и я ей задам множество вопросов на тему установления факта монтажа при проведении фоноскопии. Фоноскопия, ну это сокращенное, конечно же, наименование данного вида исследования. Итак, Кристина, поделитесь со мной и с нашими зрителями информацией, как вы выявляете факт монтажа, как совершается монтаж аудиозаписи, какие технологии используются при выявлении факта монтажа подделки аудиозаписи. Для начала, наверное, я поясню, в принципе, что из себя представляет такой монтаж. Монтаж – это процесс изменения фонограммы. Есть разные пути, когда, например, запись обрезается и запись миксируется. Например, берут две записи, которые просто соединяют. Либо просто одну целую запись отрезают какие-то промежутки времени. Либо наоборот, опять берут какую-то запись и в целую запись добавляют определенные моменты. И получается, что запись, то есть она как бы технически меняется, меняются технические характеристики. То есть лицо одно и то же, слова одни и те же, язык один. Тот же смысл меняется. Меняется, да. Классические примеры – это вот эти пранкеры, которые звонят звездам. Да, да. И Жанна Фриске, вот это издевательство над ее родственниками и так далее. Пранки такого формата, конечно, мне неприятно. Итак, как решается задача по установлению факта монтажа подделки аудиозаписи? Поехали. Да, значит, есть для этого специальная программа. Их много таких программ. Мы используем программу от Эксперт, которая у нас имеется в наличии. Там есть специальная программа Эдитрекер, то есть которая позволяет исследовать данную фонограмму, которая представлена на исследовании с целью увеличения признаков монтажа. И запись анализируется по разным признакам, точнее, по разным направлениям. Анализ спектра, анализ фазы. Можно также и анализ аудитивный произвести. То есть когда просто здесь без каких-либо технических вмешательств эксперт сидит и слушает запись и понимает, что, например, как-то смысл, речь, которая зафиксирована, она не совпадает по смыслу. То есть уже можно будет обращать внимание на данные моменты. То есть не то, что появляется в тексте какой-то щелчок, да? Да. И никакого щелчка нет, а просто фон сильно меняется. Фон меняется, да. Может быть и фон. То есть сначала было ощущение, что запись осуществлялась в помещении, а потом происходит ощущение улицы, то есть что человек находится на улице. Именно ощущение? Что человек фоновый шум улицы. Да. И когда человек, уже эксперт обращает на это внимание, можно будет уже вот эти вот моменты, промежутки уже исследовать тогда с помощью данной программы Edit Trigger. Вот вы в процессе доклада, ну, в процессе нашего разговора сообщили о том, что существует несколько видов, локальных видов анализа аудиофайлов. Если можно, вкратце поясните, то есть я не знаю, что такое анализ спектра, анализ фазы, аудитивный анализ, я знаю, что это такое, теперь я знаю. Вкратце буквально, что это за анализы, что это за методики? То есть получается анализ спектра, когда запись прогоняешь по данной фонограмме, появляется график, и где как бы уже можно будет визуально видеть какие-то скачки, вот например. Все понятно, все понятно. Как это? Остефалограмм или как называется? Остилограмм. Остилограмм, да. Понял. Второй и третий. Ну, третий я понял, что это аудиозапись, это все, что ты услышишь. Анализ фазы. Это, в принципе, тот же самый подход, но можно будет прогонять данную, получается, аудиозапись по нескольким частотам, для того, чтобы достовериться, что, опять-таки, никаких изменений не происходило. Но это также, опять-таки, в виде графика, все визуально, можно было это увидеть. Все понятно, все предельно понятно. Хорошо. А теперь вот такой общий вопрос, на самом деле, адвокатам, юристам, технические нюансы, я думаю, не так важны. Кто чаще всего подделывает? Зачем подделывают записи? И по каким категориям уголовных или гражданских дел идет фальсификация? По гражданским, я думаю, подделок практически нету, да? Можете так сказать за последний год? Честно признаться, такого у меня даже на практике не было. Чаще всего это, конечно, уголовный процесс. И самые такие яркие примеры, это, естественно, взяточничество, когда человека обвиняют в том, что он взял деньги. То есть, получается, например, где происходит диалог между людьми, как раз вот эта вот фраза, которую, может быть, совершенно другой человек сказал, ее вставляют, что вот я вам даю деньги, вы эти деньги берете. То есть, примерно такой диалог происходит, и вот эту вот вставку, ее можно будет выявить. А, ясно, ясно. Номер два, номер три по популярности? Вымогательство. Вымогательство, да, конечно. Ну, рэкет так называемый, да? Да, да. А третий номер по популярности? Да, я даже не знаю, какой пример поместили. Помогайте, студенте, что еще можно? Ну, в основном все, да? Ну, два основных направления, скорее всего, да. Пожалуй. Так, итак, друзья, мы сегодня постарались ответить на основные вопросы по монтажу при проведении фоноскопической экспертизы. Разъяснили вам, какие методики, какие инструменты используют эксперт-фоноскопист при выявлении факта монтажа. Поэтому, если вы адвокат, занимающийся уголовными делами, если вы судья или следователь, и вам требуется выявить факт монтажа любой аудиозаписи или видеозаписи, звоните нам, обращайтесь. Телефоны вы видите под нашим видео, контакты тоже под видео. Ставьте лайки, делитесь нашими аудиозаписями, видеозаписями. Нажимайте лайк. Все, друзья, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!